Он заберет тебя с собой. Боже, посмотрите! Я сейчас живую, окажусь в эпицентре какого-то пожара. А теперь посмотрим на мою радужку, вы готовы? Короче, мы идем по ночному Питеру, и это очень круто, это очень красиво, это очень атмосферно. Ванна шикарная, вообще, честно говоря. Привет, мои хорошие девочки, начинается влог, и мы его начинаем с аэропорта, куда мы летим, в Санкт-Петербург, жди нас. Я, как всегда, ничего не жрала целый день, ой, это я сказала, ничего не ела, ничего не ела, не кушала целый день, утром только поела, а я же антибиотики пью, и мне перед антибиотиками надо есть. Аппетита не было целый день, сейчас 22, нет, сейчас не 22, сейчас где-то 8 или 7 часов, мы приехали раньше, потому что переживали, у нас выпал снег, поэтому мы приехали раньше, заведомо раньше. Я очень голодная, сейчас я буду кушать. Да, в аэропорту, я могла дома поесть, но дома у меня не было аппетита, представляете? Мама даже приехала, борщики-то готовила, а нет аппетита, и все. В аэропорту поем. Я не одна, нет. Вот этот цуцик. Цуцик замерз. Цуцик, это, ну, в смысле, замерз, вот так. Подожди, цуцик, это... Правильно? От того вот цуциков назвали. В общем, берем вас с собой, замерзла рот, рот замерзшей разговаривает. Сейчас какие-то приколюхи заказала, я с голодухи, как всегда, какой-то коктейль супер заказала, там на основе эспрессо, экспрессо мне хочется иногда сказать, эспрессо, короче, он такой красивый, должен быть сладенький, весь супер-бупер, ну и поесть там курицу с картошкой, и в каких-то необычных бокалах тут подают у нас. Я, кстати, в этом заведении первый раз в аэропорту обычно в соседний захожу, а тут в этот решаю. Сейчас заценим. Вот такой супер-классный мне принесли, я не знаю, как это назвать, это, короче, какой-то коктейль на основе вот эспрессо и орехов тут. Такой, еле теплый на самом деле. Стоит 400 рублей. Сейчас ждем дальше. Прикольные, кстати, стаканы, вот. И в таком же стакане мне сейчас принесут второе. Немножко перебью себе аппетит. Ммм, как я люблю такие вообще. Второе принесли мне не в таком красивом бокале, как было в меню. В общем, ладно, попробую, все, затяну. Вот смотрите, знаете, что на такие настоящие подруги? У них должны быть в одном стиле обложки на паспорт. Где моя, где Кристинка, как думаете? Даю вам три секунды. Конкурс долго, да? Раз, два, три. Моя справа, Кристинкина слева. Или нет? Вот эта твоя, посмотри, верхняя. Да, моя вот эта. А, все, я с сердечками, значит, выбрала себе. И с розовым цветочком. Ты же мне дарила, ты выбрала себе. Ну да, ты тёмненькая, я тебе тёмненькую выбрала. Это нам одна из подписчиц дарила, кстати, сама делала. Вот моя любимая Шерепа. Шерепа. Что за слово такое? Смотрите, как мы заигрываем с Кристинка. Фетиш, фетиш, фетиш. Ты мой, Фетя. Пошли до вас. Цуцулик. Или как там? Цуцулик. Цуцуля. Вы подумайте, как Крис меня термит? Очень легко. Я на её шее, аккуратно сзади люди. Но я на её шее вот так накидываю, накидываю петлю. Привет, привет. Ну, давай я хоть тебя посмотрю, как я выгляжу. Вот. Ужасно. Помнишь, так раньше было модно, ты так ходила? Я так ходила. Да постоянно. Я так никогда не ходила. И вот так вот ещё, смотри. Я не стадая. Смотри, как ты ходила. Я так ходила, это чё? Так, короче. Я никогда так не ходила. Я всегда хожу вот так. Всем привет, с вами Кристина. Кристина и Ширепа. И Скорняшка Сиря. Ширепа. Набились, наелись, наржались. А самолёта нашего всё нет. Хватит уже язык свою показывать. Я тренирую язык. В её влоге вы всё узнаете о её тренировках языка. Ссылочка под видео. Во-во-во. Питер, привет. Мы прилетели. Пока что ваша погода никак нас не испугала. Наоборот. У нас было очень-очень холодно. Я сейчас на одно или на два уха не слышу, поэтому могу говорить громко. Люди могут оборачиваться. Но не суть. В общем, погода... Сейчас ветра не было, наверное. Очень хорошо. Прям даже тепло. Аж даже я так чуть-чуть припарилась. Перелёт прошёл нормально. Только у меня заложило ухо. И пока я два раза зевнула, у меня так в ухо стрельнуло, что тыпец. По поводу моего гайморита всё нормально. Третий день антибиотики даёт о себе знать. Я ещё капаю носик там лекарством одним. Поэтому вот что-что нос и голова вообще не беспокоили. Вот это вот ухо только одно заложило. И я сейчас какая-то глухая. Слушай, мама моя ездила. Она на самом деле вообще глухая долго была. После этого. Я надеюсь, что я не буду глухая. Я реально как будто ничего не слышу. Может шапку надо снять? Короче, мы за багажом и хотим спать. Время пол первого ночи. Мы же вообще ранние пташки. Мы же как положительные дети в 9 часов спать. Короче, мы хотим скорее добраться до гостиницы и бутнуться в кровать. А уже завтра увидимся. Что-то мокрая сумка. Её мочили что ли? Мокрая сумка. Сумку мочили походу. Ну что, ты готова? Вызываем такси? Да, вызываем такси. Ну что, только что такси нас привезло к нашему адресу. В Рубинштейна 23. Это самый центр. И нас встречает вот такое красивое здание. Такое. Нам нужно пойти во двор. И там в конце двора будет дверь, в которую мы зайдём. Наша гостиница называется Grey House, по-моему. Сейчас я посмотрю точно. Grey House, да. И мы обязательно покажем вам, как там внутри. Будет рум-тур по нашему номеру. Ну, если что-то с гостиницей удастся мне заснять, я обязательно покажу. Такие красивые цвета. Я зелёная русалка. Свет вроде не зелёный, а я зелёная. Кристина. Шрек. На Кристину как-то не попадает свет. Да. Ещё что хотела сказать. Пока мы ехали, сейчас времени. Половина второго ночи. Здесь очень светло. Мы всё это время ехали. Всегда было светло. Горят огни. Люди ходят. Как будто никто не спит. Как будто часов в девять-десять. И у меня какое-то приятное ощущение такое в Питере возникает. Не знаю, есть в этом городе, Кристине, говорю, свой шарм. Ещё не могу понять, что возникает у меня. Вообще-то красиво, блядь. Темно, сейчас не видно, конечно. Но мне-то видно. Я кайфую. Ладно, сейчас зайдём, всё покажу. Крей-хаус. Открываю. Здрасте. Крошки, мы зашли. Смотрите, как вообще... Тут можно работать. Рабочий стол мы уже набросались. Красивая кровать. Мы специально выбрали номер. Вот такого цвета я выбрала. Там ещё были красные, синие. Смотрите, как красиво оформлено всё. Большой телевизор. Полочки. Ванна шикарная, я вам всё честно говоря. Слушай, я бы сюда приехала надолго бы, знаешь. Зубная паста. Нет, ну надо же, это вообще круто. Даже зубная паста? Класс. Такие штучки, смотри. Ей для душа. Возьмём домой сразу, сейчас отложим. Возьмём, пожалуй, домой. Да, мы сейчас будем 4 дня, мы вымоем всё, Крис. Слушай, ты поаккуратней, вымоет на нас. Вымоет, она поменьше пользует. Дому это надо? Чё-то в сумочку взять. Крис, ну, Крис. Аккуратно, не разбей ничего. Нормальный русский человек всегда что-то принесёт. Там будет, постигнется. Очень, очень красиво. Давай посмотрим. Ой, здесь сеточка у нас. У нас на какой-то парк. Парк выходит. Ладно, это мы завтра посмотрим, куда выходит. Короче, ты хотела спать, я помню. Ты уже передумала? А я уже не хочу спать. Не хочу. Я хочу спать. Там, кстати, что-то вкусненькое у них, по-моему, продают. Надо посмотреть. Какое вкусненькое? Ты не увидела? Я взяла платье, это Василина специально. У нас кровать на 4-х человек, мне кажется. Я взяла в него. Я что-то еле проснулась в самолёте, на самом деле. Короче, Селена мне дала конфету. Вот заботливая Селена. Хотите спросить за фен и за поесть, что-то или попить что-нибудь. И заодно хочу показать коридор. Какой здесь красивый. Мелое всё такое. Тут бы не запутаться только. О, тут кухня, смотрите. А, тут такая кухня, на которую можно приготовить всё. Чай. Слушали, я сама догадалась. Тосты, чай, кофе. Мы поздно приехали. Тут, видите, уже телевизор. Так, всё аккуратненько. Я хотела спросить у Вас это. Что ты говоришь? Ты обиделась на кого-то? Да, что случилось? Что случилось? Ты не можешь справиться со своей новой камерой? С тараканом? С тараканом? Слушай, блин, какие красивые фотки здесь получатся. Вот на фоне вообще. А там есть другие номера, кстати. Там тоже красивые. Везде вот такие красивые. всякие картины, фотообои. Что ты туда ходила? Там можно кофе, кстати, утром. Кофе с молоком. Там целая кухня отдельно есть, где можно пить чай. Там чай стоит. Всем пользоваться тостами. Ты меня снимаешь? Да. Мне нравится твое лицо. Кого-то ждёшь? Нет. Спать давай. Я пить хочу. Там вода продаётся. Отойди. Пожалуйста. С дороги. Ты за водой пошла? Нет. Он заберёт тебя с собой. Блин, ну как там этот Фредди Крюгер? Закрывайте дверь скорей. А то Кристинка стоит у дверей. Короче, у нас такая огромная кровать. Классы вообще. У нас два разных одеяла. Это очень удобно, потому что Кристина всё время забирает у неё ночью одеяло. Я сплю в розетке раскрытую. Везде свои розетки. Ну, я думаю, что так может быть везде. Но очень приятно, когда так. У каждого своя розетка. У каждого свой столик и кровать огромная. То есть на тебя очень идёт масочка. Ты решила увлажниться, наверное, глядь? А я спать. Всё. Спокой ночи. Доброе утро, моя кружка. Не надо так мне морсить лоб. Раз только морсить. Короче, я поставила будильник на 8 часов. И потом он звенел один раз, второй. И потом я его выключила просто. Потому что я не выспалась на улице. Ну, не на улице. Вообще вот как-то так вот. Всё как-то вот толкает тебя на сон вокруг. Я решила, что лучше выспаться на самом деле. Ещё целых много семинаров. Я просто не помню. Мне не скинули расписание. А я не помню, в какое время конкретно. Поехал. Я поехала. Господи, я сплю. Ещё. В какое время я записалась. А какие семинары. Не пойму, какие у меня где пропелы. Не могу из-за этого договориться с девочками о встрече конкретной. И, короче, возможно, я какой-то семинар пропустила. Но их там много. Я не думаю, что там... Я много потеряла. Главное выспаться. Сейчас, короче, встаём. Кофе тут есть. Сейчас кофе попросим. И вызовём такси. И поедем. Придём всё в порядок. Естественно, не так поедем. Поедем красивыми. Посмотрим, что там вообще. Что у нас за окном? В моём пульсе бьются ритмы. Разгоняя до скорости свет атомы. Да, во стихах останемся бессмертными. Останемся бессмертными. Такая площадка интересная детская. Что делаешь? А ты всё о хитрости ищешь во мне какие-то, да? Да ты постоянно хитришь, блин. Ничего я не хитрю. Я просто делаю то, что хочу всё. Ты хитрая. Та-дам! Мы сделали кофе. Кристинке я сделала вообще двойной. И кружка просто большая. Она у меня без кофе. А, вот. Воды. Ну, как раз тут он горячий. У нас есть горячая... Ой, холодная вода. Ты прям горячий хочешь? Я могу сходить, если... Не, нормально. А себе вот с молоком сделала. У меня вот столько же кофе. Даже меньше. У меня кофе вот так в два раза меньше здесь. А остальное всё молоко. Потому что я люблю. Ну, мне кажется, он такой вкусный. Такая пеночка. Короче, там машина прям стоит. Кайфовая итальянская. Ну-ка, что у нас там на улице происходит? Нет, Кигуля. В каждом отеле очень важно, чтобы было огромное зеркало перед выходом для таких девчонок. Мы собрались, в общем. Всё. Сейчас такси подъедет, мы выезжаем. Совершенно не знаю, что нас там ждёт, но я вся в предвкушении. А ты? Крестик. Зонтик будем брать, смотри. Дождя нету там? Так как Питер дождливый город, да? Тут зонтики обязательно. Смотрите, как красиво. Такси уже нас ждёт. Мы к 9 собирались, а сейчас 12.10. Это уже, наверное, всё закончилось. Не, шучу. От нашей гостиницы до места назначения нам на такси всего лишь 250 рублей. 5 километров находится. Это совершенно рядом. Это хорошо, чтобы всё в центре, можно сказать. Смотрите, как дела. Мы приехали по адресу, нас встречает такая табличка Pop up St.Petersburg Что нас ждет внутри, я не знаю. Пойдемте. Мы уже, по-моему, не то что не успеваем, мы уже... Немножко пока не понятно. А куда идти дальше? Наверное, вот туда. Не сюда, а вот туда. Смотрите, какая рамочка. Ютуб, 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 ютуб. Движемся дальше по стрелочкам. На лестницах автор заблогинься. Ты попался в мои сети. Ё-моё, куда мы идем? YouTube Space. Поднялись на третий этаж, запыхались. Тут на каждом этаже мотивирующие таблички. Теперь ты понимаешь, почему нужен спорт режим. Держись. Осталось 25 ступенек. Герой, скоро ты поймешь, что этот путь был пройден не зря. Ну, посмотрим, посмотрим. Куда дальше? Наверное, туда. Идем по длинному коридору. Ищем. Так прикольно расписаны стенами. Прикольно. Ну, наверное, в самый даль. Ну, и вот эта заветная дверь. Крис, ты идешь? Крис, что это у тебя такое? Что там написано? Что там написано? Что там написано? Скромнее. Смотрите, мы сделали какие фоточки веселые. Та-та-та. Класс. Ну что, мы приехали. Зачекинились. Да. Кристина счастлива. Что надо еще блогера? Только фоточки. Нас зарегистрировали уже. Почему? И мы сейчас идем. Целый день какая-то лекция. Сегодня здесь с 9 до 7 оказывается. Мы сейчас на нее идем. Но мы опоздали, и поэтому мы не сможем, как я поняла, взаимодействовать интерактивно. Но мы понаблюдаем. А вообще я голодная, мне нужно выпить таблетки. И вообще зайдем посмотрим, что если происходит. Ну так же мы отдали, и прославим, чтобы удалить. Новый год. Боже. Слушай, как красиво. Можно сюда зайти, интересно? Здесь, я думаю, можно. Смотри, какой. Смотри. Кайф. Вид такой. Крис, хочу сфоткаться тут, блин. Киша. 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 Офига. Так страшно. Лавочка. Давай. Курбом. Давай. Курбом. Давай. Курбом. Пожалуйста. Курбом. 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 на самом деле, но как-то там уже просто совлаченную. Работа, они по группам работают, тетрадки заполняют. Если интересно, можно просто посидеть, уже участвовать, наверное, нет смысла, если только послушать, тихонько посидеть, если вам это интересно. Да, это интересно, просто смысл есть, мы поймем, что-нибудь вообще, что происходит. Возможно, не, да? Я просто объясняю, что они с 9 утра уже что-то делают, тетрадки заполняют, эспекты проводят, какую-то тему свою ведут. Блин, жалко. Ну да. Мне кажется, как-то мы не в тему будем там, наверное. Ну, на вашем паре. То есть, потихоньку посидеть угодно, и ходить не можно. Ну ладно, спасибо. Ой, вы все забрали. Что забрал? Свиту нашу. Пока я отвлеклась. А что я забрал? Борется? Да нет, сейчас что-нибудь возьму другое, не переживай. Вот же, не щелкать клювом, наверное. Так. Атмосфера очень прикольная. Ну вот видите, от того, что мы опоздали на первый семинар, ну, здесь очень сладко было спать в Питере, поэтому мы опоздали. А там же работают с экспертами, ну, как вы слышали, да? Поэтому нам остается чай пить. Хорошо, таблетки мы не забрали же, я успела выпить. Такие у нас стаканчики, смотрите, какие крутые. Кто разговаривает с полным ртом? Сейчас я пойду что-нибудь возьму, там всякие бутербродики интересные. Вот. В общем-то прикольно, кисоньку погладили, да? Сейчас что-нибудь еще придумаем. Придумаю, как я погладила. Вообще было бы хорошо сегодня бы встречу устроить, но мы ее не успеем сегодня устроить. Все-таки на 17-е, наверное, как и планировалось, вечером в ТЦ-галерее. Вот. Сегодня надо опубликовать это в Инстаграме. Так, в общем, съедим, едим. Сейчас будем думать, что дальше. Ну что, первый день прошел так, более ознакомительно. Мы теперь имеем представление, что вообще здесь происходит. А еще мы заказали такси и забыли о том, что заказали. Я увидела много знакомых блогеров, начали фоткаться. В общем-то, и я вспомнила, что такси нас ждет. Я не знаю, сейчас, наверное, куча денег с нас сдерут. Надо быстрее бежать. Сейчас мы поедем в какой-то проект этажи. Там вроде как-то красивенько что-то. Мы сейчас туда поедем и будем фоткаться, кушать. В общем-то, проведем время, потом поедем в наш отель. Я уже за встречу все девочкам сказала. В YouTube выкинула видео коротенькое, чтобы как можно больше народу пришло. И что еще? И потом пойдем отдыхать, потому что завтра утром нам к 9 сюда нужно будет. Будет очень много полезных семинаров, лекций. А, кстати, я вот начала фотографироваться в Инстаграм. Заходите в мой Инстаграм, увидите, с кем я познакомилась и кого я увидела. А я почему-то камеру не стала брать. Я совсем про нее забыла. Все на телефон фоткались. Так, в общем, завтра утром нам рано. Обязательно надо встать, не как сегодня. Вот. Потом у нас день будет свободный, мы будем фоткаться с девочкой. И потом... А, еще завтра вечеринка должна быть. Ну, если вы со мной все увидите. Вот какая-то красивая площадка такая. Так мне нравится. Но мы проезжаем мимо. Вид какой-то красивый там. Я прям вижу. Пофоткаться было бы супер. А вот Эрмитаж, в который нам настоятельно рекомендуют пойти. И говорят, кто там не был, тот не был в Питере. Теперь надо в своем плотном графике найти время. На это мероприятие. Редактор субтитров А.Семкин Путики дорогие, это легендарный Универмаг Пассаж, один из первых магазинов Девушка с балкона вышла Ей сейчас, наверное, кайф там выглядывать Вид такой красивый Так, а вот это цех галереи, где у нас через день будет встреча с вами Ну вот мы высадились в Питере, в центре В гостинице, потом пойдем пешком И вон там наверху я уже вижу крышу, мы проезжали И там фотографируются Вот Мы сейчас туда идем по переходу Блин, я так искала в Ростове крышу, чтобы песню спеть, там покрутиться, какие-то кадры Может сейчас Кристинка что поснимает? Мы все в поисках нашего заведения Ищем бары такие вот всякие Ой, так клево вообще Мне Питер очень нравится Я кайфую тут прям вообще внутренне так Я бы здесь пожила, приехала бы надолго Какие-то интересные Куда же нам Ой, слушай, на крышу выход Это не вот этот креативный лофт проект этажи Это может туда надо идти? А? Или куда? Я запуталась И вот еще кафе Я не до конца понимаю У Страша Васильевна, она говорит лофт проект А вот Наверное Главная лестница Главная лестница Фильм пойму Я бы подумала, что это какой-нибудь магазин Надо зайти, короче, и спросить у кого Смотрите, идешь вот так, как будто мы зашли, честно говоря, в подсобку какую-то И вот кафешка, смотрите, своя Своя кафе Ой И мы идем по лестнице наверх Так прикольно Короче, это какое-то креативное пространство Че там? Ничего не просто У нас есть похожая в Ростове, но маленькая Там магазинчики Пойдем выше Очень прикольно, очень уютно Я обычно веселая, Масяня В городе родилась принцесса Масяня Какая Масяня? Ты че не знаешь, что Масяня? Я знаю, Масяня, мультики И вот она, где Мы готовимся изготавливать Наши Я уже устала Сколько нам на крыше... А далеко на крыше подниматься, девочки? Вы не знаете? Еще два этажа А, еще два этажа А, еще два этажа Слушайте, тут прикольно Еще два этажа Пошли Высоко забрались Мы выбрались на эту крышу Боже, как красиво! Я что-то такое и хотела! Блин! Это невероятное место Боже мой! Спасибо, Машуля, что посоветовала сюда сходить Крыша Очень красиво И там еще, вон, можно Как же красиво! Блин! Я... Я под таким впечатлением Просто невозможно, честно, девочки Я обожаю красивые виды И... Красивый вид виды Просто... Питер, короче, что-то во мне Тревожит Какие-то нотки Я не понимаю, что до конца Всем пытаюсь объяснить Боже! Посмотрите! Как это красиво! Я схожу с ума! Я хочу здесь жить! Зая, любимый! Давай переедем в Питер! Поживем немножко тут! Блин! Я кайфую! Вот другая сторона! Так страшно! Я не могу! Это очень красиво! Это очень красиво! Я... Я вообще... Я не знаю, как вам успеть даже передать все это Я бы прям здесь жила Прям на этой крыше Сейчас мы зашли в какой-то музей Где я сейчас в живую Окажусь в эпицентре какого-то пожара Поделись впечатлениями Ну... Так... Я в лесу! Возьмите... А! Тут еще слышно было? Да! Там просто напряженная музыка Ой, подождите! У меня волосы в глазах! Так... Ну поехали! Что там? Это вот с чего начинается пожар, да? Нет, это уже после пожара что происходит Что это чувствует? Например, ежик, который остался в лесу Если присесть на корточке, можно почувствовать себя немного ежиком Смотреть себе под ноги наверх И... Ну... Чуть дымится, все А это... А что с твоим голосом? Ты надышалась дыма? Пожар уже прошел, я не помню А, после пожара А я же жду, когда это... Все, да, получается? Да А более экшен есть такой? Нет Нет? Это самое страшное? Да Более экшен можно получить, если приехать на Ладугу Не, у которой бы так страшно Если приехать на Ладугу и там можно уже купить Да А сейчас в Калифорнии какие-то какие-то жары не были? Да Да, ещё бы она моя история Да, сегодня помню Да, и всё помню Да, и всё было слово Да, ужасно Я думала, что у тебя такого не было Я думала, что ты только одна Думаю страшнее, чем мы то, что видели, да Какое необычное место! Мы можем здесь покачаться на качельках Крис! Да, кстати, ты уже сейчас заденешь эти штучки. Класс, очень классный, прям качалась-выкачалась. Смотрите какие красивые цвета. Я вот все, что такое вижу, мне надо везде обязательно сфоткаться. Ну ничего, я могу с собой поделать. Мы покачались на качельках, сейчас идем в музей, потом надо покушать, потом в ночи пойдем на гостиницу. Страшно. Смотрите, что придумали. Фотография вашей радужки. Вот фотография 13 на 18 стоит 500 рублей. А4 радужка в А4 800 рублей. В рамочке 1000. 1300 в рамочке А4. Я думаю, у меня красивая радужка. Как думаешь, у тебя красивая радужка? Я считаю, что не надо. Глянь, какое зеркало интересное. Залепанное. Первый раз видим, что тут радужки фотографируют. Это вы придумали? Да, это мой знакомый придумал. Смотрите, как получается красиво. Радужки. Вот это для тех, кто хочет глаз свой иметь дома, как картину. Красиво. Какие радужки бывают. Классная идея. Короче, только в Питере такой прикол. Сейчас мне сделают фото радужки и Кристинки потом. У нас будут свои радужки дома. Ну-ка, засними процесс, Крис. Какие у тебя ощущения? Я очень хочу видеть свою радужку, как она есть. Я знаю, что у меня... Ты обычно не видишь её в зеркало, да? Я вижу, ну извините, смотри, как её приближают. То есть ты настолько себя любишь, что ты хочешь рассмотреть. Да, я очень себя люблю, хочу. Моя радужка, я висела у меня на стене. У меня, я предполагаю, у меня голубые, зеленые, серые глаза. Я думаю, что будут там сетки. В принципе, да, можно поближе рассмотреть будет, да? Ну, сейчас посмотрим. Да, вообще, у меня красивый рисунок внутри. На самом деле, я себе выбирала линзы. И я помню, что я ни одни линзы не нашла красивее в моих глаз. Поэтому я и так и не купила нам. Там с разными рисунками были. Я видела, у тебя линзы в форме сердечек. Ты думала, что у тебя глаза? Какие глаза? У тебя в форме сердечек будет. Сейчас? Да, будет сильно на своей написано на одной сердце. Ладно, каждой линзой. Ладно, лазим, поэт. Аппарат. Так, ты боишься вообще, не боишься? Да нет, что-то бояться. Давайте. Давайте. Макросъемку выкроем? Да. Так, ставьте подбородочек. Супер. Просто супер. Чё, Кресенька, смотришь? Да, какие ощущения какие? Ну, прикольные. Просто свет светит тебя, фотка. Нормально, никакой дискомфорт. А что это у тебя посредине появилось? Еще один глаз? Нет, это ты привитывалась. Прислонилась. Я вырос, у тебя еще один глаз. Ну все, нормально. Так, сейчас я посмотрю. А, сейчас. Короче, мы не просто, да, случайно, это радужка. Опа, радужка. Все, у нас все радужки будут. В общем, мы 30 минут гуляем, сейчас как раз покушаем и вернемся за нашими радужками. Мы покушать еще. Мы готовим кургеры. Здравствуйте. Смотрите, какое атмосферное местечко. Опа. Как будто мы в какой-то квартал зашли, да? Повелась на розовую шаверму. Мне ее готовили полчаса. И Кристине полчаса. Мне кажется, час там простояла. Так, ну что, вот они, наши радужки. Давайте угадаем, чья радужка будет первая. Я не знаю, в чьем пакете чья радужка. Да, это красивая Кристина, она радужка. Слушай, а у тебя есть еще и желтые примеси. Какие красивые. Держи, наслаждайся. А теперь посмотрим на мою радужку. Вы готовы? Боже, какая красивая радужка. Я вам говорила. У меня что, голубой глаз? Внутри зеленая, я это знала. Ай, боже, какая красота. Девчонки. Девочки, вы что, не знали, что у вас в Питере? Это только в Питере, больше нигде нет. Есть вот такая вещь. Мне кажется, это очень креативненько вообще для... Вообще для себя, для дизайна дома. Ну да, вот я, например... Ну, в этой квартире съемной своей, конечно же, я не буду эту вещь. Там нельзя гвозди прилеплять. Но когда у меня будет своя квартира, я обязательно это повешу на самовидное место. И все будут спрашивать, ух ты, что это за картина? А я буду говорить, это моя радужка. Они будут говорить, ого, какие красивые у тебя глаза. Я буду говорить, да. Вот, короче, это прикольная вещица. И здесь еще дают сертификаты. И можно подарить кому-нибудь. Отличный подарок. Вы все время спрашиваете меня, вот скоро Новый год, и это отличный подарок будет. Вот сертификат на радужку глаза. Сам прикол вообще прийти даже сфотографироваться здесь, интересно. А потом получить и увидеть, какая же она на самом деле. Вот так близко, мы же никто не видели. Вот такой глаз у меня оказывается. Красив. Спасибо большое. Бочко. Питер. Представляете, выходим, и я собираюсь взять камеру, и девушка... Привет! И так, как будто... Юля. Ира. Юля. Юля. Старуха из Риги. Нормально у меня вообще? Я прям уверенная Ирой, я еще такая... Включаю камеру и такая сейчас Ира, 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 Ира. Вот такая я, да. На имена у меня плохая память. Так а ты что? Что ты здесь делаешь? Я тут недалеко живу, мило проходила. Или ты за нами следишь? Я шучу, я шучу. Ну прикольно. А ты знаешь, что у нас в субботу встреча была? Придешь? Пока не знаю. Блин, клево. А ты где увидела, кстати, на ютубе или в инстаграме? И на ютубе, и в инстаграме? Да? Потому что я везде опубликовала, все-таки... Только единственное, что там как бы нету центра зала. Да? Там получается, оно вот так вот идет, как два прохода. Ну в начале тогда, в самом... В начале зала, да. Там около лифта, может быть, за лифтом, там как бы лифт. И вот так вот такое пространство есть. Может быть, там сразу... Я думаю, если что покрутится, там найдем друг друга. Ну прикольно. Мы, короче, были здесь вот на этажах, и очень клево. Ты знала, что у вас здесь радужки делают, кстати? Мы сфотографировали радужку глаза нашего. Прикольно. У нас теперь есть радужки. У нас с Питера есть радужка. Да, вообще. Это, кстати, только в Питере у вас делают. Больше нигде. Идея такая. Я думаю, они запатентовали. Ну, что скоро еще где-нибудь. Сейчас, да, я же говорю, франшизу надо уже продавать. В общем, нам здесь очень нравится. Питер вообще... Питер, я что-то влюбляюсь, походу. В Питер, классно. Вот идем. Теперь втроем. Может, еще и с кого соберем по дороге. Нормально мы идем. И Юля вытаскивает две шоколадки. Одна розовая, говорит, тебе розовая. А Кристине голубую. Я всегда все беру Кристине голубой. У нее даже на канале написано. Скромняшка Крис с голубым цветом. И она после этого говорит, что у нас за нами не следит. Откуда у нее появились шоколадки две такого цвета? Я смотрю видео, не пропускаешься. А то, что мы будем здесь вдвоем. Потому что вы сторис публикуете. Я как раз тут мимо гуляла. Ты, короче, мимо гуляла. Так, я думаю, что так, возьму на всякий случай две шоколадки. Вдруг встреча. Правда? Не пропадут, если что. Вот так и надо. Спасибо, дорогая. Вот идем искрести. Я только не помню, что за улица у нас здесь. Ну, короче, вот мы что видим. Метро. Метро, кстати, здесь. Ну, я думаю, здесь метро сильно не отличается от московского. Мы просто обошли. Да. Что обошли? Мы там уже и вышли, по-моему. В смысле? Нет, ты что? Как-то обошли, по-моему. Нет, я же по навигатору иду. Все четко. Короче, мы идем по ночному Питеру. И это очень круто. Это очень красиво. Это очень атмосферно. Я даже, Кристина, правильное слово подобрала. Я говорю, слушай, здесь как-то по-другому. Здесь какие-то большие такие двери. Такое все красиво. Такое величественное. Я говорю, точно. Очень величественно. И атмосфера просто, вот, я не знаю. Мне кажется, я такие ощущения испытывала, когда впервые в Москву приехала. Блин, тут столько всяких кафешек. Я говорю, это какой-то Питер, это такое тусочное место какое-то. Я прям смотрю, что очень много, очень. Заведение на заведении. Вот мы сейчас по Робинштейну идем. Прям вообще такие уютненькие местечки. Прям я бы в каждом посидела. Да? Сейчас мы идем в продуктовый магазин. Что-нибудь возьмем. Фокус. Он реагирует на мой голос. Сейчас возьмем что-нибудь перекусить. И все, пойдем. Мне кажется, я тебе приросла. Ты видишь, мы идем в одну ногу. Ты приросла? Я вошли. Мы дома. У меня опять эта стерлась помада. Так смешно. Мы пришли, нам заправили кроватку. Поменяли полотенчики. Прибрали. Так все чистенько пришли. Место на самом деле расположения у этой гостиницы очень крутое. Вот мы сейчас прошлись просто до магазинчика ближайшего. Тут столько кафешек. Реально прям центр, как у нас, где на садовое. Вообще очень круто. Очень много людей, народу ходит. Все такое яркое, музыка отовсюду. Как-то душевненько. Душевненько, да. Мне очень здесь нравится. Невероятно. Вообще Питер, короче, меня покоряет. Он повручитель. Он меня покоряет? Он повручитель, но. Он меня покоряет. Мы здесь только первый день. Что будет дальше, я не знаю. Представляете, пошла на общую кухню, оставила там молоко и йогурты. И говорю, там наше молоко и йогурты, ну что-то знаю. Говорит, а у вас же есть собственный холодильник. И оказывается, вот у нас собственный холодильник. Хорошо, кстати, морозит. Потому что я была в других гостиницах. Не везде хорошо морозит. А здесь прям, ну, холодит, я имею в виду. Здесь хорошо. В общем, мы пришли, выставляем посты за весь день, фотографии наши. Кайфун, короче. Субтитры сделал DimaTorzok